Папа! 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 Хи-хи-хи! Пап! Мама, где он? Он, я хочу отец, пока. Он, он, сидитиком. Уй! Уж Так! Папа, где в этомвы? Ов! Мама, итак! Уй! Уй! Заметку邌, макси ну ты как и как папа махал папе рукой до двух как папа пролетел двух вот так вот макс у тебя тоже самолет дают и на нем будешь летать поехали макс макс ты готов запускаю двигатель от винта здравствуйте глубоко уважаемые любители планирового спорта не поверите что сейчас будет сейчас мы полетим с моим любимым сыном и максик максик максим скажи зачем ты приехал на аэродром и летать ты хочешь полетать на планере очень а хочешь облака потрогать рукой да ну вылезай мы приехали макс давай готовь планер поехали ты дышь друзья макс очень хотел давно полетать на планере и папа все обещает говорит да макс да когда-нибудь следаем как будет очень хорошая погода да макс и макс так помогал папе планер собирать разбирать и наконец-то макс полетит до ура ура убеги макс планеру макс ты в какой кабине полетишь задние с мамой вместе хорошо давай открываем заднюю кабину папа папа поеде полетит в передней кабине да вот в этой да ну ты рад макс рад наконец-то открывать ты рад что мы полетим ты рад это следы макс это следы там планер ездил так макс поможешь папе планер потолкать на стартовую позицию да сейчас мы с тобой вместе будем толкать планер ну что друзья вот сейчас сбывается мечта максима полетать на планере ему час три с половиной годика вот и он вполне морально созрел для того чтобы летать в том что он постоянно видит как летает папа и все время говорит папа я хочу с тобой папа я хочу с тобой вот в конце концов решил почему бы и нет виде ролик который наполнил светлыми чистыми детскими эмоциями те которые творить которые высшее наслаждение человека и прежде чем вы его посмотрите я бы хотел ответить на возможный вопрос вопрос почему и зачем зачем мы взяли максима полет зачем мы рисковали его жизнью я отвечу так что самое яркое воспоминение на детство это когда отец взял меня на зимнюю рыбалку на был совсем маленьким перед кучей одежды и попал просто в сказку это было морозное утро 31 декабря и здесь и пилился снег пушистый такой волшебный синее небо это лунка кульки бьющиеся в руках ну тем более что я все время просил папа возьми то есть он приезжал с рыбалки такой небольшой такой ух потом я провалился под лед через два года взял меня до черду рыбалки я провалился чуть не утонул и да это был способ расстаться тоже в жизни да это был риск какой-то но я не применяю эти эмоции на что это очень яркие воспоминания детства потом я взрывал бомбы строил там землянки которые там засыпались ракеты и селитры магний колеса шифер взрывали в кострах половили свинец ну все же делают нормальные дети возможность делать то что нравится творите в конце концов сформировала личность которую вы знаете не знаю хорошая плохая какая есть я очень благодарен своим родителям за то что они дали мне возможность растить свободным человеком и нормально воспринимали все мои эксперименты пробы набивание шишек каких-то желание максима летать это не семиминутная такая хочу ребенка это яркая мечта и он из кусочков дерева и скотча клеить самолётики называют их вух тоже планер когда папин пролетает на домовый лук делает вот он делает вух знает выучил слова фиделяж знает что такое мельман и просит папу его сделать на модельки он летал у нас на самолете мой друг артем катал его на цесне он летал с нами на про плане вот после всего этого я убедился что он не боится и я взял его полет на планере увидеть как как он был счастлив от этого папа очень хочет я что-то поможешь мы хороши правильно ли я сделал не знаю но в одном я уверен точно наш современный мир слишком зарегулирован брать и райт не могли бы и запрести себя и самолет во вселенной и аса потому что бюрократы все больше который заботится какой-то теоретической безопасности все больше решают что нам делать или нет да говорят что время там пионеров которые штурмовали небо геновала что надо там максимально человеческой жизни сохранять и прочее но это если по такому пути идти по максимуму то прогресс становится что сейчас делать такой планер тут требуется столько бюрократических решений просто мужик и конце концов человека нельзя вырастить там теплицы нормального человека там стерильном пространстве человека нельзя научиться творить по инструкциям творить невозможно ты должен вот так творить творчество это совершенно место свободное не самое главное все это нельзя заставить быть счастливым кто будете заставить быть счастливым по инструкции тоже невозможно я хочу чтобы мой сын вырос человеком и поэтому буду его поддерживать самых смелых начинаниях несмотря на то что он будет убивать шишки и там царапать коленки об асфальт падая на велосипеде и так далее это мир его надо пробовать ощущается и невозможно это сделать не делать каких-то ошибок да надо стараться на ошибках чужих но поверьте мне не получается сколько я живу я учусь на чужих ошибках не делаю свои при этом я не сторонник и стрима я против ситуации когда ребенка против желания его выращивают великого хоккеиста фигуриста балерину музыканта ребенок должен этого искренне хотеть а когда он реализует волю по сути родителей и мечту родителей которые хотели когда-то быть такими а вот у них не получилось вот теперь ребенок будет ну не всегда это получается ведь ребенок должен искренне хотеть а хоккеисты не хотите все вы прекрасно знаете если у вас осталось детское у меня вот о точно осталось если мне кажется я еще не вырос я как было как был ребенком так ребенком и остался сколько лет а все ребенок ну это классно оставляйте кусочек ребенка себе не забывайте как это прекрасно быть ребенком и открывать этот мир осваивать его кто-то хотеть видеть первый раз видеть небо первый раз полетать это просто фантастика так что хорошего просмотра готовы поехали пока я мать макс помогай давай толкаем 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 едем 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 еще заведем двигатель как самолет прорулем потому что у нас вот и на этом крыле на другом тоже есть специальные колесики все макс кабину сейчас он это колесико покажу который позволяет нам замечательно двигаться по аэродрому ведь покажу по трюпу да чуть-чуть но что делать основная проблема как залезать теперь втроем парашют туся макс переноска макс я тебе помогу макс ну как ты как мама давай я тебе устрою поудобнее максик как ты мой хороший тебе удобно макс да удобно сидишь хорошо на тебе нет часа пристегивать вас будут все будете пакетик если что у него можно будет делать понятно сейчас нормально хорошо макс и удобно сидеть удобно макс удобно мама мама я вообще тут это прокладка между нас расскажи на камеру когда ты первый раз захотел полететь когда это было давно давно скажи я себе еще и не помню как я хотел летать так макс ну ты готов мой хороший папа тоже готов ведь непривычное положение друзья мои передний кабинет это переднюю макс пусть и не помещает задняя кабина закрыта закрыта ремни пристегнуты пристегнуты так тормоза сняты 9 литров топлива у нас закрылок норма . воздушные тормоза работают петровлические тормоза работают приборы не включены приборы включены радиостанция включена поехали макс макс ты готов запускаю двигатель от винта положение но да говорит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Макс, ты школу твою полетели, Михаэль? По вашим ручкам учителям всем. Да? Да. Полетели. Полетели? Да. Полетели? С высотой нам все в порядке. На Сан-Жени мы придем где-то за 1200 метров. Там я прокламирую набрать высоту. Папа, я не хочу, папа, не хочу. Максим, мы сейчас летим к горе, называется Сан-Жени. Сан-Жени. Да, я тебе покажу французский флаг на этой горе. А наша мама снимет по праву на борту проход этого горы Сан-Жени с набором и французский флаг, который туда повесили в Рюзьяновске. Да. Посмотри, какое вы докранилище, мальчик. Сколько в озеро, озеро? Озеро, да. И плотина. Да, там плотина большая. А она после дождя. Видишь, нитная стала. Да, вчера был дождь, дроза была. Помнишь? Бах-бах-бах. Дроза. Бах-бах-бах. Видишь? О, он помотался. Папа вот в ней взял энергию капельку и после этого разворачивает нос планера в сторону дома. Оп. Друзья мои, мы это сделали. Мы сейчас уже летим домой, потому что, в общем-то, порядка 40... Ну сколько? 45 минут мы отлетали. Это достаточно много для первого полета. И дабы Максика не укачала нашего, мы сейчас уже летим домой. Можете посмотреть на золотую осень, как это все красиво. Вот. Вот эта горочка маленькая, низенькая. Она сейчас кажется маленькая, низенькая. Когда к ней подъезжаешь на велосипеде, кажется, что это огромное горище. Вот. И вообще. Посмотрите, как красиво. Вот крыло правое показывает на гору Ажур. И там прям все вот тоже в огне. То есть туда вот сейчас на велосипедике, на мотопарапланчике. Да и на планере тоже хорошо погладить. Ну просто на парапланчике велосипедики можно прям с этим золотом постоять рядышком. А на планере все-таки на большой скорости ходим. Подхожу уже к зоне нашего аэродрома. Вот он кажется далеко, и мы как будто бы до него не долетаем. Ну, планера качество 50, поэтому не переживайте. До аэродрома мы долетаем. Теперь главное мне не забыть выпустить шасси. Вы мне как-нибудь напомните там, на радостях, что полетал с сыном. Я тем более в передней кабине, но все процедуры не такие привычные, как задний. Я вроде как учеником ничего. Ну или командир воздушного сомна. Сейчас я прижмусь к склону, засниму вам золотую осень. Вот она, настоящая золотая осень. Золотая осень, посмотрите. Вот, и справа тоже. И мы подходим к аэродрому. Скорость я держу сейчас 200. Так можно быстрее дойти до аэродрома. И буду сейчас делать энергичный заход, но без фанатизма. Вот он еще раз в золоте осенью. Вот, как у нас красиво будет ботяк. Все, выпускаю шасси. Приготовились. С шасси вышло. Я ставлю закрылок на положение лендинга. И выпускаю полностью воздушные тормоза. И вот сейчас у меня снижение по ППП больше 5 метров в секунду. И я не буду делать, выполнять полную коробочку, а я, как на самолетах делают при отказе двигателя, такой орбитальный заход называется. Ну вот сейчас смотрю, более-менее, да. Сейчас доворачиваю. Видите, я пока не трогал интерцепторы. Могу чуть убрать интерцепторы, чтобы подлететь поближе к своей посадке, потому что если мы здесь сейчас сядем, то долго будем потом планер толкать. Ну вот, я сейчас лечу на маленькой высоте над полосой, убрав полностью воздушные тормоза на одном закрылке. Лечу, 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 лечу. Вот, выпускаю тормоза, чтобы приезжать уже планер. Мы подскакали. Выскакиваю на полосу и проверяю, если у меня тормоза гидравлические. Это нужно сейчас увидеть и зачем, потому что они настоящие планиристы, они боковичок-то, в общем-то, чувствуются. Ленивые люди, потому что они любят, не любят пешком ходить, они любят приезжать к собственному домику, подъезжать и сразу парковаться так, чтобы не надо было даже планер подкатывать, перекатывать. Мы прилетели, да, Макс? Макс, открываем. Открывай фонарь. Макс, ну ты как? Хорошо все? Макс, тебе понравилось? Выстегиваемся. Да, первым делом надо расстегнуть все ремни, друзья. Ох, мы это сделали, мы слетали втроем. Все счастливы. Папа, забирай. Подожди, сейчас я парашют сброшу. Опа, счастливый малыш. Ну, Макс, ты как? Тебе понравилось? Скажи. Еще полетишь с папой? Еще. Еще с папой полетишь? Да. А? Нет. Нет? Почему? Да. Это он так пугает, шутит. Ну что, вылезаем? Опа. Ну-ка. Супер. Вот это летчик. Макс, ты дышь. А папе ты дышь. Ты дышь. Ку-ку. Супер летчик, Макс. Иди, у кого мы сделали это. Эге-гей, Макс, как нужно сказать? Эге-гей, как? Эге-гей. Скажи, отстанет меня, да, Макс? А, вот так, ты дышишься. Эй! Эхей! 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 Вот это... Какой сентябрь? 24 октября. Шорты! Мы летали с шортом. Ну, я, видите, остальные чуть теплее одеты. Мы тут будем сидеть. Да. Да, все. Ты шампанское, Макс, взял? Шампанское взял, Макс? Да. Взял? Отлично. Поможешь папе открыть? Да. Давай с тобой откроем. Макс отлично открывает шампанское. Прекрасно это делает. Макс? И ты шампанское. Этот талантливый ребенок может все. Становись так, чтобы стрельнуть вот туда. Понятно? Да. Подожди, теперь смотри, я проволочку откручиваю. Проволочку открутил. Теперь толкай пробку. Давайте, чуть-чуть помогу. Ой, толкай. Бах! Бах! Так, папа схалтурил. Очень вкусная, кстати. Традициональный рецепт делают вот там за... Понятно, что это не шампанское, но, в общем, я даже считаю, что оно лучше. Макс! Санте! С первым полетом, сын! Ура! Ура! С всей семьей! Ну, принцесса! Спасибо! Покатала! Макс, скажешь спасибо принцессе? Планер зовут принцесса. Ох, молодец! Хорошая принцесса! Да! Хорошая? А нравилось тебе на ней летать? Угу. А летишь еще? Да. Ну, друзья, на этой оптимистичной... А-а-а! На этой оптимистичной ноте не даст сын спиться родителям. Все, глубоко уважаемые любители планера спорта, до новых встреч. Пишите, как вам понравился этот репортаж. В конце концов, наше вдохновение в ваших комментариях. Да, Макс? Напиши что-нибудь Максу. Макс, скажи, привет! Макс, ну как тебе полеты на планерах, самолетах и всем остальном? Нравится? Да! Как? Иггей? Эй, дедей! Эй, дедей! Эй! Интервью с Максом. Максим Игоревич, вам нравятся планира? Да. А почему вам нравятся планира? Да. Вот такие? Вот такие нравятся планира? Планер вот так. Планер может... Да, это потому что этот планер SK-21B, который крутит пилотаж, да, что папа на нем вот так летал, вот так, вверх ногами. А как планер еще может делать? Бочку может? Да. Бочка называется, да? Бочка может. Да, бочка может. А как выглядит Макс? Мельман, покажи, пожалуйста. Вот так. О! Макс, браво! Ты на зачет, я думал, что ты забыл. Да, Макс, правильно, Мельман так выглядит. Кокон, Мельман, вот так. И вот так. Ты же начинаешь сейчас летать. Расскажи, как ты летал с папой на планере. У Кокон. Мама, папа. И куда мы летали с тобой? В Гаголу. Как она называлась? Шамбур. Шамбур. Шамбур, что ли? Шамбур. Повезешь еще с папой на планере? В Айон? Да. Я буду в задней кабине. В задней кабине, да? Ты когда выпад подрастешь, на тебя можно будет надеть парашют уже, ты полетишь в задней кабине злоем с папой. Впереди папа, в задней кабине. Один? Нет. Тут полетишь и один, да. А потом, когда совсем вырастешь, папа тебя научит, ты один полетишь. Полетишь? Один на плане. Один? Да. Один? Один, совсем один полетишь? Уже полетишь. И я улету с мамой, и я зайду. На посадку зайдешь вот так. И в яму. В яму? Зачем в яму, Максим? Хотя ты насмотрелся, как папа летает на моделях, да? Что не взлет, то бак-бак-бак, да? Максим, а покажи, пожалуйста, основные части планера. Покажи, где у планера крыло, пожалуйста. Вот расскажи, занятие для планеристов, юных, где у планера крыло? Вот это. Понятно. А где у планера вюзеляж? Вюзеляр. Вюзеляр, понятно. А где у планера хвост? Понятно. А что это вот? Вот это вот, что называется? Стабилизатор, да? Стабилизатор. П entity. Понятно. А это? Ки, да? Ки. И руль направление, да? Это заднее колесо. Покажи, Макс, элероны. Это переднее колесо. Элероны покажи на крыле. Вот, элероны. А второй элерон где? Покажи на камеру, чтобы все видели, где элероны. Покажи. Вот элероны, да? Вот элероны. Вот это тоже элероны, да? Элероны. А это воздушные тормоза, да? Воздушные тормозы. Друзья, с вами был инспектор Макс.